В Магадане состоялось первое организационное собрание нового состава городской думы седьмого созыва. На повестке дня избрание председателя и заместителя председателя ЗАГС собрания, структура гордумы, а также утверждение персональных составов комиссии. На заседании избранным депутатам были вручены удостоверения и значки. С приветственным словом к ним обратился глава региона Сергей Носов. Уже сейчас должна начаться работа над бюджетом, бюджетом Магадана, потому что мы ждем эту работу. Работа должна проводиться совместно с правительством Магаданской области. Очень важный момент, который определит, я думаю, 2021 год. Ну и 2021 год – это старт вашей рабочей пятилетки. Я думаю, она будет насыщенная, насыщенная событиями, если хотите, свершениями. Вместе, вместе, вот так с вами и шли к этой победе, вместе мы справимся. Я еще раз всех поздравляю с началом работы. Работу Магаданская городская дума 7-го созыва начнет не только в обновленном составе, но и с некоторыми количественными изменениями. До 2020 года в состав ЗАГС собрания избиралось 28 депутатов, из которых половина проходили по партийным спискам и 50% по одномандатным округам. Согласно изменениям, внесенным в указ Магадана, в этом году в состав Думы вошел 21 депутат-одномандатник. Абсолютным большинством голосов председателем городской думы 7-го созыва был избран Сергей Смирнов. Структура Магаданской городской думы оптимизирована. Мы соединили комиссии. Раньше у нас было 7 комиссий, сейчас будет 5 комиссий. Что точно так же это все направлено на оптимизацию, на эффективность работы. Количество депутатов стало меньше, вопросов меньше не стало, но мы их объединили. Это не скажется на качестве рассмотрения и подготовки принятия решений Магаданской городской думы. Ознакомиться с подробным содержанием протоколов окруженных избирательных комиссий граждане смогут в ближайшем номере городской еженедельной газеты «Вечерний Магадан». Продолжение следует...